В стране есть еще секретные места, откуда можно привезти, друзья, вот такие вот сувениры. Олени и рога. Причем оба левые почему-то. Де роблять селфи с шакалом та фазаном и вправляют якай серфингом, як у Бразилии. Абзац распочинает экстремальную мандривку Украиною. Ты дуже гарный. Да, 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 я такой. Ура! Я еду на Азовское море в уникальное место, куда толпы туристов еще не добрались. Так называемый Берючий остров. Это территория национального природного Азово-Сивашского заповедника. Место буквально дикое во всех смыслах. Боже, хорошо, что у меня есть попа. Это как подушка безопасности, потому что с такими дорогами на костлявой заднице не проедешь. Да, есть минус. Как будто тебя по стиральной доске елозят. И по такой дороге нужно проехать от курортного поселка Кирилловка через всю Федотову косу. В конце нее и находится заповедник. Трястись 9 километров мне пришлось аж 40 минут. Я сейчас нахожусь на Берючьем острове, и это заповедник. И меня сейчас провезут по эксклюзивным местам, куда не ступала нога ни одного туриста. Что посмотреть? Начальник охраны острова Николай усадил меня в свой внедорожный болид. На другой машине такое сафари нормально и не посмотришь. Кругом заповедная стип, а в ней водятся лани, муфлоны, дикие лошади и даже шакалы. И еще 270 видов животных. Проезжаем буквально 500 метров и уже вижу оленей. Видите, как их много, целое стадо. Бэмби! Я просто в шоке, но догнать оленью семью мне не удалось. Это вам не зоопарк, где подошел и всех рассмотрел. Протяжность заповедника больше 20 километров. Но зверушки хоть и убежали, но оставили на память мне уникальный презент. Ух ты! Это настоящий рог. Представляете? Еще один больше! Смотрите, какой огромный! Рога. Да. Они сбрасывают ежегодно рога. Весной, в марте. Да. В премьер-месяч. Николай строго-настрого запретил забирать оленьи рожки. Это запрещено. Но потом сжалился. Увезу в Киев подарок. Внезапно мы свернулись с туристического маршрута. Здесь, ну, совсем дикая природа. Звери людей не боятся. Я делаю селфи зайчиком. Между тем, уже завтра я отправляюсь в маленькую украинскую Швейцарию. Национальный парк Бужский гар. Ак-за-а-а-а! Там я попробую настоящее экстремальное развлечение рафтинг. А-а-а! А-а-а! У-у-у! Уйди, волна! Уйди! Не мочи меня! А потом я отправлюсь в место, которое не уступает по своей красоте ирландским фьордам. Увижу уникальный монастырь, высеченный прямо в скале. Ничего себе! Люди прям из Нью-Йорка сюда идут 8340 километров для того, чтобы увидеть всю эту красоту! Искупаюсь в озере молодости с абсолютно уникальной глицериновой водой. Море бодрости, энергии и хорошего настроения! Ну а пока продолжу путешествие по Берючьему острову на Азовское море. Здесь множество уникальных птиц, около 70 видов. Здесь, к примеру, водится много фазанов, цапель и перепелок. А это гнездо редкого белохвостого орла. Вот он совсем близко! Вот он, вот он! Я готова ему дать пять! Орел, дай пять! Я настолько близко с Орлом, еще никогда не была! Берючий остров на самом деле и не остров вовсе, а полуостров. Островом он становится осенью, когда лиман переливается на сторону моря. Вот в этом месте. Это самое узкое место. Между Уттурским лиманом и Азовским морем. До 100 метров. До 100 метров? Стоимость. Кстати, вход на остров платный. Экскурсия вам обойдется в 40 гривен с человеком. Детям до 14 лет 20. Длится сафари около двух часов. Приезжать лучше к шести вечерам. Животные как раз выбегают на ужин в степь. Ох, боже, они такие прям кукусики все такие. Как бы хочется носить мордочку. Вот это все. Итак, как сюда добраться? На остров можно доехать или доплыть. Ехать до курортного поселка Кирилловка. Там свернуть на Федотову косу. В конце которой вы и упретесь в заповедник. Второй способ – плыть по морю. Туристы заезжают и плавствами. Вот, организовано все. Из Геническа на Берючий остров входит катер. Стоимость около 150 гривен с человека. Где жить? С проживанием все просто. На Федотовой косе есть несколько турбаз. Цены от 200 гривен в сутки за человеком. У кого кошелек толще, есть номера коттеджа на четверых с кухней. От 1500 гривен в сутки. Сезон в мае еще официально не открыт. Поэтому о проживании на базах договаривайтесь заранее по телефону. Ну или палатка на пляже вам в помощь. Правда, на сам остров вас с ней не пустят. А с палаткой? С палатками нет. А почему с палатками нельзя? Ну, не положено на территорию эти палатки разбивать. Что покушать? На Берючьем острове и Федотовой косе кафешек и магазинов нет. Еду надо привозить с собой. В Кирилловке работает несколько продуктовых магазинов. А вот открытых в это время кафешек я так и не нашла. Зато полно придорожных ларьков с сушеной таранькой, камбалой и бычками. И тут их целый-целый ряд. Тут можно купить много-много-много разной рыбы. Такая классная рыбка у вас тут вообще. Прям целая штора. Настоящая рыбная изобилие из Азовского моря. А рыбка ваша почем? Разная цель. На вот эту, на которую вы покажете, язычка 50 гривен. Как развлечься? Никаких ночных клубов, кафешек и прочих радостей цивилизации вы здесь не найдете. Зато Берючий остров – настоящий рай для любителей экстрима. Кайсерфинг сейчас становится очень популярным. Это такой вид спорта. Доска плюс огромный воздушный змей. Становитесь на доску и катайтесь по воде с помощью ветра. Сами экстремалы называют Федотову косу второй Бразилии. Меккой всех кайт-серферов. За огромную площадь водяной глади. В сезон можно увидеть до 100 кайтов на воде. Самые смелые катаются уже с марта, но комфортно на воде при хорошей погоде уже с начала мая. На Берючьем острове катаются настоящие кайт-серферы-профи. Но меня, как новичка, будут учить на мелководье со стороны лимана возле Федотовой косы. А похудеть можно? Да вот так можно, да, до 5-8 килограмм сбросить. Ого, так это очень круто на самом деле. Слушайте, девочки, приезжайте. Мне кажется, я сбросила пару кило еще до начала катания на кайт-серфинге. Чтобы запустить змея, его нужно накачать насосом. А это очень сложно. Уже трудно. Мамочки. Аккуратненько его переворачиваем. А-а-а. Радугой прямо. Ну, а теперь натягиваем гидрокостюм. Без него на воде точно можно окоченеть. Ведь катание возможно только при очень сильном ветре. Ну и повязку на уши не забудьте. Розовая как раз для меня. Технику безопасности прошла. Основные азы усвоила. Теперь бегом на воду пробовать. Что я могу вам сказать? Это непросто. Мне кажется, я похудела как минимум на 3 килограмма. Во-вторых, да, первое время надо учиться. Мне практически удалось встать на доску буквально на пару секунд. Стоимость. Кайт-серфинг-удовольствие не дешевое. В день аренда снаряжения обойдется вам примерно в 1000 гривен плюс услуги инструктора. Около 1000 гривен в день. А чтобы научиться, понадобится неделя. Но эмоции вы получите незабываемые. У тебя достаточно круто получалось все. Боже, я уже прям стала профи. А я еду дальше. Мой следующий пункт – село Мигия в Николаевской области. Здесь находится уникальный заповедник Бужский гард. Его еще здесь называют маленькой Швейцарией. Абзац! Это место – одно из семи чудес Украины. И я понимаю, почему здесь уникальная природа. В заповеднике протекает речка Южный Буг. И именно здесь уникальные скалистые берега с каменистыми порогами. Есть реки гораздо круче, но на равнине горная река – это одно из немногих мест вообще в мире. Не только в Европе. Смотрю и просто не верится, что такая красота в Украине. Но еду сюда не только, чтобы полюбоваться видами. Этот заповедник – лучшее место для рафтинга в Украине. Экстремальный сплав по бурной реке на специальной лодке «Рафти». Оденем на вас жилетик, оденем на вас касочку для вашей техники безопасности, чтобы если в случае вы выпадете из лодочки, ну так и в случае бывают. А я могу выпасть? Уйди, волна! Уйди! Не мочи меня!